Ах, эти дети! Лидия Николаевна не относила себя к матерям, которые до умопомрачения болезненны, когда речь идет об их дочерях. До умопомрачения, да, ей приходилось знать таких. Ох, как бы чего ни случилось, как бы дочка не попала в дурную компанию, как бы не совершила ошибочного шага, как бы, как бы, как бы. При такой опеке чаще всего и случались, как это ни странные ошибочные шаги и дурные компании. Вообще, Лидия Николаевна была женщиной молодой, замуж вышла рано по нынешнему, временам двадцатилетней, так что прекрасно помнила свое девичество и Зойкин рост ощущала, как свой. Все же, тревожась от одной простой мысли. Между ею самой и ее дочерью разрыв не бог знает какая эпоха, а все не похоже как-то у Зои и у нее. Лидия Николаевна частенько думала о материальной стороне дела и о Зойкиной судьбе. Кто-то, может, и скажет, что это никакой проблемой назвать нельзя. Лидия Николаевна с этим не согласна. Вот они с мужем. Всего добивались сами. И как этого добивались, как шли, с какими трудностями, преодолениями, Зои неизвестно. Она была несмышленной. Теперь же получается так, что материальное благополучие, в общем-то, нормальная составная часть Зойной жизни. Она как бы начинает с того, к чему родители пришли в результате работы. Вот так-то. Разве это не вопрос? «Благополучие ломает людей посильнее несчастья и лишения. Это не так трудно заметить. И накладывает отпечаток на все». Лидия Николаевна вздохнула. Вновь взглянув на Зою, так говорила по телефону. Телефон вообще теперь принадлежит ей. Говорит часами со своими подружками. Вот телефон хотя бы этот проклятый. Разве же он не портит людей? Вместо нормального общения, вот этакой дружбы на расстоянии, не видит ни улыбки, ни выражений лица. Зоя едва успела положить трубку, как телефон загремел снова. На этот раз разговор был поразительно коротким. Лидия Николаевна удивленно посмотрела на дочь, а та возбужденно ходила по комнате. «Что случилось?» – спросила Лидия Николаевна. «Ах, мне это начинает надоедать». «Что именно?» «Эти телефонные звонки. Как, по-твоему, он ненормальный?» «Кто он?» «Димка. Ну, тот, кто учился в нашей школе, а теперь ушел в вечернюю. Каждый день приходит к концу занятий и провожает меня домой. Я сказала ему, чтобы не ходил за мной по пятам. Пожалуй, с тебе». Тогда он стал звонить и угрожать. Заявил, что если увидит меня с кем-то из мальчишек, убьет. «Кого?» «Меня». «Непонятно. Пожалуй, плечами мама. Я бы на его месте убивала своих конкурентов». «Да нет никаких конкурентов». Через минуту снова раздался звонок. Лидия Николаевна взяла трубку. «Зоя?» – услышала она. «Нет, это не Зоя». «Не дури, Зойка. Пойдем в кино. Я купил билеты». «Дима, тебе со мной в кино будет неинтересно». «Это почему же?» «Да потому что я не Зоя, а ее мама». «Ну, брось прикидываться. Что я твоего голоса не знаю?» «Конечно. Ведь мы с тобой говорим по телефону впервые». В трубке послышалось частое дыхание, потом кашель и, наконец, виноватый голос. «Простите, пожалуйста, я вас за Зою принял. Прощаю. Нас часто путают. А чтобы лучше узнать друг друга, поднимитесь к нам. Тут и решим, кто с кем пойдет в кино». «На другом конце провода произошло какое-то замыкание. Долгая пауза, и Лидия Николаевна спросила. «Вы слышите?» «Это правда?» – послышался растерянный голос. «Я к вам». «Поторопитесь, молодой человек», – рассмеялась она и положила трубку. А, взглянув на Зою, рассмеялась еще громче. «Возможного убийцу, собственной дочери в дом!» – Зойка восклицала, явно кокетничая. «Возможный убийца» был светловолос, голубоглаз, розовощок и курнос. Лицо его выражало полный конфуз. Он стоял на площадке, совершенно убитый, а звонок заливался, не утихая. Видно, на радостях он так крепко нажал на пуговку, что та застряла в отверстии. Так что вместо приветствия Димка сказал в совмятении. «У вас не найдется перочинного ножика». Лидия Николаевна принесла ножик. В глубине комнаты, не умолкая, хохотала Зоя. И Димка выковыривал ножиком кнопку звонка, пока та не вылетела, расколовшись. Но Димка, похоже, приходил в себя. «Завтра сделаю». «Завтра так завтра», – покладисто согласилась Лидия Николаевна, улыбая собственной глупой мысли. «Интересно, какая из меня теща получится». Высокой, худощавой, с угловатыми плечами Димка была взрослым и ребенком сразу. Когда улыбается, на щеках появляются ямочки. Губы у Димки словно карандашом выведены, а цвет глаз изменчив, как море. То они темно-серые, то светло-голубые, наверное, от волнения. Лидия Николаевна взглянула на Зою, потом на Диму, снова на дочь вздохнула. «Ах, дети! Десятый класс! Это и много, и мало. У каждого за спиной, пусть небольшая, но уже все-таки немножко прожитая жизнь». Дима вошел в комнату и остановился. «Проходи, садись», – сказала Лидия Николаевна. Димка робко прошел к дивану, присел. Лидия Николаевна опустилась в кресло. Зоя подвинула к себе круглый вращающийся стульчик. «Будем знакомиться? Меня зовут Лидия Николаевна». Она протянула Диме коробку с конфетами и устыдилась этого жеста. Получилось пошловато. Имя, подслащенное конфетами. Дима точно услышал ее, протянул руку к коробке, но, смутившись, передумал. «Я, Дима», – проговорил он. А Лидия Николаевна с каким-то почти суеверным страхом ощутила вдруг, что она смотрит на себя, на Зойку, глазами этого мальчишки, отчужденным, посторонним, хотя и растерянным взглядом. Каким-то десятом, но безошибочным чувством она сразу поняла, что судьба этого парня вовсе не похожа на судьбу ее Зойки. «Позволь полюбопытствовать, Дима», – произнесла Лидия Николаевна и снова поморщилась в неуклюжести собственной фразы, странному несоответствию того, что чувствовала, с тем, как говорила. «Позволь спросить», – поправилась она, мотнув головой. «Я слушаю», – серьезно откликнулся Дима. Первое его смущение прошло, и теперь в комнате сидел паренек, в глазах которого угадывалась какая-то серьезность, даже, может быть, боль. «Почему ты ушел в вечернюю? Надо работать. Вот как? А учиться?» «Но я же учусь». Откровения не получалось. И Лидия Николаевна снова укорила себя. «А какое право имею я на его откровенность?» «Еще в присутствии Зойки. У них ведь что-то есть, какие-то свои отношения. И я рвусь в закрытую дверь». «Ну, хорошо», – сказала она, меняя тему. «Во сколько у вас сеанс?» «Через двадцать минут», – сказал Димка. «Зоя, ты успеешь?» – спросила Лидия Николаевна. «А я и не собираюсь», – ответила Зойка. «Вот как». Дима медленно поднимался, покрываясь красными пятнами. «Дима», – проговорила Лидия Николаевна неожиданно для себя, «а ты меня не мог бы пригласить?» Лидия Николаевна видела, как меняется в лице ее Зойка, как смотрит на мать, сначала ухмыляясь достаточно иронично, потом растерянно, потом обиженно. «А? Как ты думаешь, голубушка?» Лидия Николаевна подумала, что преподносит Зойке некий урок. Мальчишка топтался у дивана, поглядывая то на дочь, то на мать, наконец сказал, «Конечно, приглашаю». Лидия Николаевна шла по улице рядом с ухажером собственной дочери и снова и снова, думая о Зойке. Откуда мне это? Самоуверенность, жестокость. В конце концов, парень может и не нравиться, это ее дело, тут Зойке никто не судья и не приказчик. Но он дома, в присутствии третьего человека. Отказать ему надо было деликатно, один на один, выйдя хотя бы за дверь на лестничную площадку, а не так жестоко, задевая мальчишище самолюбие. Ах, дети, как часто они бывают жестоки и эгоистичны к близким, к друг другу. «Какие у тебя красивые туфли», – сказала Лидия Николаевна Диме, чтобы хоть что-то сказать. «Сам купил». «Много зарабатываешь?» «На себя хватает». «Сам на себя? А что же мама, папа?» «Отца у меня нет. Вернее, он есть, но для меня нет. А мама, у мамы другая семья. Вот как». Лидия Николаевна замедлила шаг. «Нет, не зря ей показалось, что в глазах этого паренька есть страдания, точнее, не показалось, в самом деле есть. С кем же ты живешь?» «С бабушкой». «А костюм этот тоже сам купил. Подарок дяде, бабушкиного сына. Он, моряк, привез из дальних странствий». Лидия Николаевна шагала с Димкой, задавала ему самые примитивные вопросы, а сама опять думала про Зойку. Знала ли она про все это? И если знала, как могла быть такой жестокой? «Но почему же ты не с мамой?» спросила она осторожно, словно переступая какую-то черту, отделяющую обычные вопросы от откровенности. Парень снова мог замкнуться, не пустить в себя. По какому такому праву она лезет? Мать жестокой девочки. Но Дима ответил просто. «Я там мешаю». «Разве может сын мешать матери?» Вновь осторожно проговорила Лидия Николаевна. «Получается, может». «А может быть, Дима, ей самой очень и очень надо помочь. И этого она ждет от единственного человека, от тебя». Картина была из рук вон плохой. Кончалась неделя, и все, кто интересовался фильмами, уже знали, что этот плох. Да еще они пошли на дневной сеанс, так что в зале было совершенно пусто. Лишь они, взрослая женщина и подросток, старуха в первом ряду и две-три парочки по углам. С первых же кадров Лидия Николаевна и Дима, не сговариваясь, вынесли Ленте свой приговор и говорили о другом. Полумрак зала помогал им обоим. Диме стать раскованнее и откровенней, а Лиде Николаевне тоньше и внимательней. Мать взрослой дочери, Лидия Николаевна пыталась представить себя на месте матери взрослого сына. Она шла дальше, представила себя матерью Димы. Вот именно этого паренька представляла себя женщиной с неустроенностью судьбы именно его матери. А Димке требовалось выговориться. И потому, как он торопился, как говорил, не выбирая слов, она поняла, со щемящей болью поняла, что значила ее зойка для этого одинокого мальчишки, сердце которого тянулось к пониманию, жаждала понимания и близости. Хорошо, я вам все объясню, говорил Дима. Однажды мама поехала в командировку в Москву. Поехала, была там месяц, домой вернулась веселая, счастливая, прям не узнать, словно сто тысяч выиграла. Я ее спрашиваю, что с тобой? А она обняла меня, целует, смеется, у самой слезы текут. Да что случилось-то, спрашиваю. Димочка, я замуж выхожу. А как же я? У тебя будет новый отец, вернее, отчим. В твоем возрасте надо, чтобы рядом мужчина был. Я уверена, что вы подружитесь, и он тебе понравится. Возможно, отвечаю я. Пока что, как я понял, он тебе нравится. А где мы жить будем в Москве? Нет, он инженер-нефтяник. Из министерства переводится сюда. В этот вечер я ушел к бабушке, и все ей рассказал. Вот и хорошо, обрадовалась бабушка. Дай бог им счастья. Каждый имеет право на него. Ты уже взрослый, понять ее должен. Мама мало хорошего от отца твоего видела. Пусть хоть сейчас поживет. А ты, если хочешь, со мной оставайся. Мне с тобой веселее будет. А что такое счастье? Спросил я бабушку. Это когда тебя любят, ты любишь. Дом, дети, работа по душе. Разве у нас этого не было? И квартира, и я, и работа, и отец был. Любили же они друг друга, раз поженились. Бабушка мне сказала, в длину ты вымахал, а как был ребенком, так и мы остался. Взрослые всегда это говорят, когда им сказать нечего. Дима примолк. Точно над чем-то задумался. Ей не приходило на ум никаких мудростей, кроме заезженных и банальных фраз. Разве ты не желаешь счастья с собственной мамой? Это еще не все. Точно не услышал ее Дима. Она ревнует меня к нему. К кому? К новому мужу. Стал я его в нарды учить играть. Он как маленький загорелся. По несколько партий играем. Как приду к ним, он сразу нарды на стол и говорит. Сыграем? Я, конечно, с удовольствием. Смотрю, мать недовольная ходит, на кухне посудой гремит. А как-то прямо так и сказала. Димка, неужели я опять ошиблась? Один из дома норовил удрать, а этот тебя любит больше, чем меня. Только и ждет, когда ты придешь. Выкину я эти нарды и заплакала. Хорошо, сказал я. Если так, то я к вам ходить не буду. Тогда она ко мне бросилась, целовать стала и приговаривать. Дура я, дура. Мне бы радоваться надо, что вы с ним сдружились. А я думаю, что когда он с тобой, то все о своем сыне думает. Значит, и этот беглец, спросил я. Нет, нет, Димочка, он не виноват. Жена у него умерла, а тетка, сестра матери, сына к себе забрала. Зачем же к тетке, когда у него родной отец есть? Надо его сюда привезти, пусть с нами живет. А как же ты, Димочка? Ну, я и сказал, что я закончу школу, в армию пойду, вернусь, а там видно будет. На экране что-то говорили красивые люди, куда-то шли, куда-то бежали, и опять говорили, говорили, говорили под звуки плавной музыки, и киношная жизнь вовсе не походила на ту, которую жила эти минуты Лидия Николаевна. Ей казалась ее собственная жизнь, ее образ существования совсем в иной плоскости, чем непростая судьба этого парнишки, ее возможного сына. Зойка и Дима. Дима и Зойка. Мир уравновешенного счастья Зои так разительно не сопрягался с миром Димы, так удивительно был не похож, что Лидии Николаевне приходило какое-то дурацкое определение прошлого века. Дети разного круга. Круга? Но круг теперь один. Только один ребенок, девочка Зоя, беззаботно счастлива, а другой ребенок, мальчик Дима, несчастлив. Нет, для такого приговора оснований все-таки недостаточно, но взрослый озабочен. Он реален, вот что. Он живет подлинностью непростой судьбы. Он живет и борется. И она, мать Зои, стоит в эти минуты между мальчиком и девочкой, пытаясь понять их обоих. И как у них было. Лидия Николаевна пыталась представить себе Димку не в разговоре, а в жизни. Как тянула его к вечерним ребячим посиделкам во дворе, где всякого хлебнешь. Как любил погонять на велике по узким улочкам старого города, заточенного старинной толстой каменной стеной, взобраться на девичью башню, о которой немало сложный легенд. Или просто с ватагой ребят побродить по Приморскому бульвару, утопающему в зелени оливковых деревьев. А однажды в классе появилась новенькая со слегка взернутым носиком и длинными косами, и ее посадили рядом. Димка целый урок разглядывала ее. Щеки Зои горели, она отворачивалась от Димки к окну, и учитель сделал ей замечание. Что интересного вы открыли на улице? Идите к доске. Зоя взяла мел, вывела на доске формулу, сбилась, стерла написанное, смутившись, окончательно повернулась к классу, смотрела непонимающими глазами на Димку, а учитель вынес приговор. Садитесь и не ищите ответа на улице. Через неделю Зоя пересела на другую парту, а Димка перестал ходить в школу. Все решили, что он заболел, но он не заболел. В его жизни вспыхнул свет. Девчонка снилась ночью, возникала в памяти среди бела дня. Однажды она появилась на пороге его дома, в голове у мальчишки крутятся важные слова, но он говорит совсем другое. В вашей детской школе меня шалопаем считают. Что не так? Но я еще докажу, кто я. Устроился грузчиком в порту. Смотри, какие руки. Боишься грузчика? Лидия Николаевна и Дима шли из кинотеатра, так и не поняв, что они видели. Разговор снова не получался. Будто откровенность осталась там, в полумраке кинозала. На минуту Лидии Николаевне даже показалось, заговори она с Димкой о прежнем. Он сделает вид, что никакого разговора не было вообще. Ответит, как у них дома, но я ведь учусь. И, мол, отстаньте, ради бога. Но все-таки она прервала молчание. Дима, а обещание убить Зойкова это шутка? Он внимательно посмотрел на нее. Лидия Николаевна даже поежилась от его взгляда. Точно Димка спросил, так вы этого боитесь? Из-за этого и в кино пошли. Но Дима сказал совсем другое. Это шутка не повторится. И вздохнул. Они снова молча пошли. И только минуту спустя он проговорил продолжение фразы. Ничего больше не повторится. Ничего? Переспросила Лидия Николаевна. Он усмехнулся, но ничего не ответил. Теперь Лидия Николаевна и паренек стояли возле ее подъезда. И она тщетно пыталась придумать слова, так нужные ему в эту минуту, и ничего не выходило. Какие-то вымученные фразы, которые она не решалась произнести. Наконец сказала, «Заходи к нам, Дима». Он пронзительно посмотрел на нее и едва заметно покачал головой. «Этот мальчик», подумала она, «старше не только Зойки, но и меня. «Приходи ко мне в гости», нашлась Лидия Николаевна и снова поежилась под взглядом Димки. Точно он ответил, «Милостыня не принимаю». Но Димка улыбнулся и сказал, «К вам может быть». Лидия Николаевна не вызвала лифт, а медленно, отдыхая на каждой площадке, пошла по лестнице. «Ах, эти дети! Они растут и, вырастая, прибавляют забот каждому дому. Заботы всюду разные и неизвестно, какая тяжелее. Как-то сложится Зойкина жизнь. Вовсе не исключено, что на самом взлете, когда будет она молодой женщиной, благополучие изменит ей. в самостоятельной жизни родители не вечны. И вот тогда, тогда сумеет ли она бороться, как мать и отец? Выстоит ли она в непростых обстоятельствах? Ведь чтобы выстоять, мало сил и воли мало, нужно еще что-то по-настоящему человеческое, высокое. Да, вот это слово, надо уметь сострадать. Требуется сострадание, но найдется ли оно у Зойки, ставшей взрослой? Зоя точно ждала мать, вопрошающей заинтригованный взгляд. Ну, как кино, с мальчиком. Откуда такая жестокость? Почему ты не пошла с ним? Вернее, почему отказала при мне? А почему я должна идти с ним? Я считала вас школьными товарищами. Мы с ним объяснились. Каким же образом? Ну, я сказала ему, что хотя мы и одногодки, но он ведет себя по-мальчишески. Я для него старушка. Отслужит в армии и выберет себе в подружке молоденькую девочку. Она к тому времени как раз подрастет. А ты состаришься? Да, я поступлю в институт и у меня появятся новые друзья. И этим ты дала ему понять, что вы разного поля ягоды? Ну, мы останемся знакомыми, как были, и этого достаточно. Ты знаешь, что у него дома? Хм, ты думаешь, это смягчающее обстоятельство? Лидия Николаевна вышла на балкон. Все дрожало в ней. Хотелось хлебнуть свежего воздуха. Вот оно, неблагополучие, благополучие. Она стала рыться в себе, страдая, мучаясь, откапывая в дальней памяти день, час, неверный поступок и слова, которые, прорастая, взошли в Зойке ее собственной дочери этим холодом и этой жестокостью к славному мальчишке с трудной судьбой. И вовсе не обязательно, что она докопается до этих слов и поступков непременно в себе. Может, зерна эти брошены другим ветром, о котором не знает никто, даже Зойка? Ах, дети.